Самолет и демократия Поворчав и погрустив, бывшие уборщики, грузчики, менеджеры, кассиры, логистики, пилоты и прочие, унаследовавшие это богатство, отпраздновали начало существования независимого ни от кого их собственного аэроплана и, ввиду безвыходности ситуации, собрались прямо на его борту. Слово взял один из бывших начальников, но его сразу успокоили, сказав, что слушать проворовавшихся бывших не собираются. Нашлось несколько спикеров и из рядов простых трудяк. Некто Иванов, гордо поднявшись со своего кресла неподалеку от крыла, промолвил, дескать, без пилота не обойтись никак. Хотя среди граждан и были несколько бывших пилотов, решили, что для справедливости пилота надо выбирать голосование. Штурвал кому угодно давать негоже, а вдруг моральный компас человека подведет. Голосование продвигалось с большим трудом, ведь многие с детства мечтали прицепить на костюм золотые крылья, но путем подкупа угроз и честного убеждения бывший старший грузчик терминала «Б» Петров был утвержден в качестве командира воздушного судна. Сроком на четыре года, с поправкой от появившейся тут же оппозиции, если выживем. Петров, не церемонясь долго, тут же проследовал в пилотскую кабину, приказав двум настоящим пилотам занять кресло рядом для страховки. Стоило зажечь табло «Пристегните ревни», как робкий голос из самого хвоста самолета прошептал «Граждане, а куда лететь-то будем?» Такого поворота событий никто не ожидал, и табло немедленно погасло. Масса гудела, тебе не все равно ли, главное, летим на своем собственном самолете. Но другой голос из числа бывших менеджеров томно изрек из первого класса, что в эту пору года, дескать, особенно хороши пляжи Коста-Рики, что произвело эффект взорвавшейся бомбы. А воцарившаяся тишина в салоне, казалось, запахла кокосами и ананасом. Но благоговейная Майами, с другой стороны, все того же первого класса, заставила консессионеров разделиться во мнениях. При том, что отдельные граждане, осмелев, стали вспоминать о даче в Питере и ягодах в Сибири. Бывший главный бухгалтер Кацман, пользуясь наступившим плюрализмом мнений, молвил, восседая на загадочном клетчатом чемодане в проходе рядом с кухней, что таки давно собирался навестить родственников в Хайфе. Вызвав бурный протест мусульманского крыла, о существовании которого раньше вообще никто не подозревал, некоторые новоявленные исламисты, такие как Бунько и Кабернадзе, даже предлагали просто взорвать самолет, никуда не вылетая. Так проходили день за днем, но лайнер все не мог покинуть арендованный ангар. Вращая глобус, командир воздушного судна Петров громко возопил, что полетит туда, куда тыкнет пальцем, но ткнув случайно в районе Северного полюса, был дружно свергнут с пилотского престола, и временно исполняющие обязанности КВС настоящие пилоты отметили, что деньги за простой и заправку самолета придется собирать у всех поровну, что до слез расстроило кассиршу Валю, копившую на косметический ремонт собственного фасада вот уже восемь лет. Утешать даму ринулись многие, но это не продвигало дело никоим образом. Внезапно самолет сдвинулся с места, в иллюминаторах замелькали огни ВПП, салон насторожился, но ускорения не было, да и кабина была пустой. Самый смелый из собравшихся приоткрыл входную дверь и увидел, как тягач уверенно двигает их по направлению к свалке металлических отходов. Впрочем, лишившись за долги перед аэропортом сомнительного счастья, граждане разбрелись по своим маленьким квартиркам и принялись бурно обсуждать последний выпуск программы «Известия» и степенно ворчать в сторону так и не оперившейся демократии. Ну, вот такая история для начала, а теперь перейдем от прозы к поэзии. Поэзия разная, начнем, естественно, с лирики. Все-таки любовь – это нам дорого, это нам важно. Я человек вообще влюбчивый на самом деле, но ничем обычно эта любовь не заканчивалась, кроме хорошей поэзии. Ну, я надеюсь, хорошей, если понравится вам. Скажите, знаем ли мы с вами о том, зачем и как любить? Зачем замысловатыми словами сердец простор хотим мы отразить? Уже пытались многие до нас, и ныне попыток этих нам не счесть, сложить стиха словами золотыми и донести до всех любви, благую весть. Но знаем ли мы с вами те ответы, те, что другим пытаемся внушить? Или, может быть, дежурные советы пора и вовсе нам искоренить, а просто ринуться в водоворот исканий, найти любовь и страстью горя, хранить всю жизнь ее, как в вечном обещании, которое друг другу мы даем у алтаря. Хранить и с каждым днем еще сильнее пылать огнем той искренней любви, любви, которая с годами не стареет, без слов, открытыми сердцами говорит. Следующий стих такой. Ну и тоже о искании любви. Я искал за морями в скитаниях, я искал и ищу до сих пор тихий вздох, что разрушит молчание, не оставив во взгляде укор. Я искал искру яркую в пламени, но не ту, что пылает, как все, а живую, горящую знаменем, что ведет за собой в темноте. Я искал между радостью масками покаяние отчаянный крик. Я искал, утешаясь сказками, настоящий, единственный миг. И тебя я ищу, моя милая. И порою в молитве ночной я прошу, чтоб чудесную силу Бог привел нас с тобою домой. Продолжая лирику, Привиделась взглядом, улыбкой, надеждой, темным-томным, почти неосознанно, Привиделась взглядом, улыбкой, надеждой, темным-томным, почти неосознанно, касаясь края, лишь края одежды, обрывки из памяти собранные. Светает. А я, словно сна, отгоняю поволок, снова, касаясь уже исчезающих контуров, колючих и едких из шелка проволок, свитых, святых, забытых доводов, проводы, безумных мечтаний, скованных, сбитых наспех, сколоченных грезами, слезами, майских дождей сотками, а вид и пьянящими красными розами мы ждали. Часов изменяется ритм. Следующий тоже о письмах, об эпистолярном жанре. Напиши мне, мой друг, пару строчек. Среди вечной мирской суеты можешь просто послать цветочек и спросить, как дела, как ты? Я пойму, что за этой фразой и любовь, и немного печаль. Мы вздохнем и всплакнем разом, ведь друг друга нам очень жаль. Жаль того, что могло бы случиться, но осталось давно, далеко. Жаль мечтаний, которым не сбыться. Жаль, что встретиться нам нелегко. Жаль тех юных деньков беззаботных и влюбленности детской дни. Жаль того, что теперь свободны друг от друга, совсем одни. И как будто на старой пленке я опять промотаю года. В кинобудке скрипят шестеренки. Я пленен в тех годах навсегда. Ну, многие из нас, конечно, вспоминают какие-то былые дни. И я сразу скажу, что я не претендую ни в коем случае, что вот это вот как-то обо мне. Меня некоторые подписчики, читатели пишут в комментариях какие-то такие слова. Ну, погоди, придет праздник и на твою улицу или что-то в этом роде. Нет, обычно поэт пишет не столько о себе, сколько в целом о жизни, о чувствах. О том, что наполняет. Вспоминать непрожитые судьбы, рассыпаясь запятыми по листу. Уловить потерянную судьбы жизни, что осталось на краю. Полететь бы ввысь, но крылья стали, как ростки из стоптанной травы. Вы, быть может, тоже замечали, что мы близко к окончанию главы. Что за ней? Быть может, лишь другая, полная оскоминной надежд, или та, что светит нам из рая, белым убранством сияющих одежд. Там и мы, среди живых вовеки, вспоминаем тех, кто жив сейчас. В их мечты впадают наши реки. Эти сны небес рождают нас. Я видел рождение звезд и вселенных. Сияние хрустальных времен. Я видел константы среди переменных. И слышал миров перезвон. Я слышал дыхание древнего леса. И шум первородной тайги. Стук первого в мире влюбленного сердца. И вдох в тишине. Помоги. Я видел, как люди взбирались на скалы. И скалы, что рвут города. Героев, которым и вечности мало. И тех, кто бежал отсюда. Но вдруг прикоснулась любовь небесами. И крик разорвал тишину. Я сжался в комок для того, чтобы с вами дорогу изведать одно. На этой дороге кресты да оковы. На этой дороге любовь. Я с вами навеки. И пусть это слово поможет восстать вновь и вновь. Я знаю непросто порой подниматься и падать, и снова вставать. Стоять до конца там, где надо остаться. Бежать там, где нужно бежать. Не бойся. Не вечны земные страдания. А вечность так рядом порой. Нас манит ключами от тайны раздания. Зовет возвратиться домой. Ну, давайте чуть-чуть отдохнем нашей природой. И в тишине на исходе июньского знойного дня, там, где ночь повстречалась с прохладой забвения, я прошу, не оставь за порогом меня. Не оставь за пределами сил тяготения. Пусть галактик несется в безумный забег. Пусть сжигают мосты, восходя на подмостки. Белый свет все сокроет потом. Белый снег. Ведь по меркам вселенной мы только подростки. Да, мы дети, что смотрят на этот испорченный мир. Без желания видеть безумие оттенки. Нам не нужен дешевый безудержный пир. И свобода в оковах от стенки до стенки. Но прошу, мою душу храни от манящих теней, что рисуют в мечтах лишь чужие земные желания. Помоги возлюбить посторонних заблудших людей. Помоги возлюбить и себя. После слов покаяния. Яркими точками небо бездонное, ночь освещает мою. Что же ты прячешься в сумерки сонные в том неизвестном краю? Сердце подскажет июльским волнением сагу бескрайних равнин. И позовет своим сказочным пением тот одинокий раввин. Там за холмами и стенами древними узкой тропою путь. Просто иди по кирпичикам времени. Просто свободный будь. Нет разорвавшихся нитей у вечности. Нет и проигранных битв. Только открой свое сердце для нежности, без окровавленных битв. Просто позволь всем невытканным лением место свое обрести. Яркими точками в куполе Скинии. Там, где смогли нас спасти. Следующий шуточный стишок. Такой про нас, про иммигрантов здесь в Израиле. Здесь не учат стихов, не листают поваренных книг. Мишек наспех жарят шук-шуку и питу несут в микрогале. Тут немало других понаехавших Йосик и Мишек, у которых еще сохранилась по-прежнему быту печали. И детей тут не спросят о том, как влюблялся Онегин. Да и Пушкина знает, увы, далеко не любой эфиоп. Тут и площадь фамилию носит не Ленин, а Бегин. А февральской порою не страшен морозный ознок. И с угроб из песка Иудейской пустыни, где-то там, за горами, когда-то народ выводил Моисей. Переезды бывают измученно долго растыли. Перемены воззрений, дорог, часовых поясов и людей. И наполнит наш парус соленый до сладости ветер. И взыграют забытую песню далеких морей. В ней помянут и нас, растворившихся в этом безудержном лете, растворившихся в красках своих черно-белых идей. А такое вот буквально редко бывает, как у Акына, когда что вижу, то и пою. Но вот однажды вышел в Кириат-Яме, смотрю, растет гранат. И как Акын написал такие строки. Там напротив растет гранат, вдалеке едва слышен прибой. Утро новое, что ж я не рад, что случилось у нас с тобой? Может, новый рассвет не таков, как в мечтах я его представлял? Или манит родительский кровь, манит край, где еще не бывал? А устранствия ветра так сильны, что не выдержит цепь якорей и утянет по воле волны в глубину неизвестных морей. Что ж, ветра нам давно не вновь, лишь бы парус напор сдержал, лишь бы сердце хранило любовь и нашелся родной причал. А следующий тоже из этой же серии, Акынско-наблюдательной, про котенка. Вы знаете, что в Израиле много не только кабанов, но и котов. В отличие от кабанов, котов я люблю гораздо больше. Оказывается, не я придумал. Я всем, когда спрашивают мое отношение к котам, говорю, да это просто мой тотемный зверь. А оказывается, до меня был Бродский, который почти ту же самую фразу говорил. Так что иду по хорошей стезе, в хорошей компании. Но классики, да, классики бывают, как в известном фильме было. Такого удара от классика я не ожидал. Ну, про кота, про котенка. На закате оранжевым светом лучик солнца над хайфой играл. В мыслях роем витали ответы на вопросы, что не задавал. Вдруг навстречу мне прямо под ноги устремился пушистый комок. И дрожит весь от страха тревоги. А в глазах его скромный упрек. В магазин ты ходил, я вижу. Ну, а мне что-нибудь принес? Был он грязным, с пятнышком рыжим, черной точкой испачканный нос. Разве мимо такого пройдете? Пусть и маленький ломтик я дал, но меня непременно поймете вы, кто сам в беду попадал. Убежал без оглядки, с добычей. Он не верит совсем уж в людей. Ведь у них есть давно обычаи для забав заводить друзей. Проходила неделя, другая, только больше его не видал. Что с ним стало, увы, не знаю. Может, кто-то из вас повстречал. Он такой весь испачканный сажей. И ненужный совсем никому. И обидеть его может каждый. Но не каждый протянет еду. Он такой же, как мы порой. Если смыть с нас весь светский налет, Мы один на один с судьбой. И никто никого не ждет. И никто никому не стремится. Строит каждый свой дом из песка. Остается лишь тихо молиться, Чтобы сердце не съело тоска. И порой, когда солнце село, Задавать тот вечный вопрос. А сегодня я что сделал? Что сегодня я в мир принес? Ну вот следующий стих такой о дружбе. Да, кто хочет, заходите, пожалуйста. Вот как раз. Милый друг, заходи на чай. Посидим, помечтаем с тобой. Вспомним дни, что ушли, а жаль. Вспомним тех, кто еще живой. А однажды и нас, как знать, Там за кружкой друзья помянут. Может, даже откроют тетрадь. Стих о вечном, о добром прочтут. И фарфора в ладонях тепло Отогреет сугроб и обид. Как же нам, милый друг, повезло. Тихо чайник на плитке кипит. Очень хорошо получилось у искусственного интеллекта. Недавно пытался сделать песню. Из этого выложил у себя на страничке. Кто хочет в фейсбуке. Есть эта песенка, сделанная на этот стих. Сейчас поразительные вещи делают все эти машины. Следующий такой. Вечер голову склонил, будто вовсе он не мил. Ветер в окнах засвистел, песню древнюю запел. Что ж так сразу и зима постучалась к нам в дома? Неужели подождать ей не хочется дней пять? Ну, а может, даже восемь? Подождать ее попросим. Эх, не слушается нас. Попрошу-ка еще раз. Дай нам зимушка тепла, солнышко, а не ветра, небо светлое и мир, чтобы в доме нашем был. Наверное, актуальное сегодня. И вот так мы потихонечку переходим от лирики к серьезным каким-то вещам политическим. Следующий стих. У него фредыстория такая, может быть, забавная. Мы с мамой в скайпе общались. И она решила прочитать где-то там сводку прогноз погоды. И говорит, вот в Сахалине снега. Хотя ни я, ни она никак не относимся к Сахалину. Но вот где-то так прозвучала эта фраза, и она породила эхо такое. Сахалин утонул в сугробах. Плачет иней, застыв гололедицей. В арестанских потрепанных робах им свобода, как лето, мерещится. Они строили бам и заводы. Им, конечно, признания не надо. Только завтра прогноз погоды обещает опять снегопады. Пролетят снегопадами жизни, и цвета на флагштоках изменятся. Но голодной, бесславной отчизне будут прежние годы мерещиться. Следующий такой. Когда разрывают на части сердца без смысла, без цели, без чувства и просят отдать свою жизнь до конца не ради любви и искусства, а дать за амбиции проигранных битв, полей, что давно опустили, и множатся тени оккамовых бритв и их безымянных постелей, блестят купола лицемерных попов, ракеты, кропящих водою, и нищих толпа у накрытых столбов, стоящих за рабство горою, кричали, что зрелище им не втерпешь. Так вот, присмотритесь к экрану, как режет по карте, по сердцу нож в угоду кремлевскому хану. Но сколько еще тебе надо смертей и сколько израненных жизней ты царь лишь тогда, когда свистом плетей людей загоняешь в отчизну, а дни пролетают и гибнет их цвет. Под знамя уходят герои, уходят туда, где войны больше нет, и мы провожаем их стоя. Следующий стих такой. Сумасшедший, безумный, разбитый, разорванный, брошенный, ты оставлен другим, словно старых сражений, ненужный трофей, и на поле, где хлеба колось, и врагом не поспевшие скошены, поросли полевою травою следы босоногих детей. Старый луг, на котором родные закаты с рассветами, старый друг, ты прости, не успел я тебя повидать, тяжело на вокзале сегодня бывает с билетами, да и совесть свою я не смог на билет променять. Обними за меня тихим ветром, морскими приливами, тот остаток души, что врагам не дано погубить, ты останешься в сердце ветвистыми, дикими ивами, и желаниям страстным других точно так же простить и любить. Мы свернули, видать, не туда, перепутав в потемках дороги, вечно с нами такая беда, вместо мозга работают ноги, лишь бы и версты мелькали в глазах, игнорируя знаки и стоны, нам бы силой нажать тормоза и подошвы стереть, а бетон бы. Но, увы, путь написан давно, словно холст, измалеванный маслом, и безумцам уже все равно, ведь для них солнце правды погасло. Ну а ты, я прошу, не спеши, быть как все, не с руки, и не надо. Берегись для спасения души, не впрягайся в бездумное стадо, не клянись и не кланяйся им, не цени то, что пламя погубит, и не бойся, мой друг, быть другим, быть другим, а потом, будь что будет. Мы свернули, видать, не туда, перепутав дороги, но, знаешь, пусть Господь нас простит, и тогда с Ним дорогу ты не потеряешь. К сожалению, тема войны, она актуальна и здесь, и там, и везде, поэтому затихли пули и снаряды, войны уже не слышны голоса, но догорающие лампады еще горят пронзенные сердца, еще кричат немым ужасным криком те, кто не смог дожить до наших дней, еще летят по небу длинным, скорбным клином, и ищут дом свой старый журавлей. Они нас учат, будто снова мы за партой, учителя военных страшных дней, как жить по-настоящему нам надо, и что для нас дороже и родней, что значит верить и надеяться на чудо, что значит посторонних и чужих тебе любить, что значит жертвовать собою, будто ты знаешь, что такое человеком быть. И дни летят суровой нитью красной, нам очертив земных мучений край, о Господи, молю тебя, напрасно пройти нам эту жизнь, прошу, не дай. По мне давно уже прочли Кадиш, слова молитвы, тихо шепчет эхо, в безмолвии, в бессилии кричишь, слезой смывая отголоски смеха, и лентой яркой, желто-голубой, дорогой вечной, что от поля к небу, мы уходили, взявшись за руки, домой, запорошенные февральским снегом, и грустный вой испуганных сирен стал хором ангелов для нас с тобою. Из стен, из раненых и обгоревших стен мы убегаем, оставляя мир с войной. И тем, чьи оборвались голоса, мы посвятим молитвы древней строки. Пусть будет взлетной это скорби полоса, пусть будут милостивы времена и сроки. Дикая пшеница, горький, терпкий колос, может быть, приснится мне знакомый голос, и прочтет мальчишки с выжженной земли пару строк из книжки, что забыть смогли. Сколько позабытых, вырванных страниц, на полях извытых, у моих границ, у разбитых окон, взорванных печей, не услышать гомон будничных речей, лишь слезами боли, горькими на вкус, распятой воли плачет Иисус. И колосья вторит горечью своей о печальной доле диких сыновей. Помните, была известная книжка американская, которая о целом поколении была над пропастью воржи, где описывается такой персонаж, который ловит у края пропасти бегущих детей, чтобы они не попадали в эту яму, в эту пропасть, которую не видно за колосками ржи. Иногда, когда мы смотрим на этот мир, смотрим вокруг, то тоже видим с одной стороны колоски ржи, а с другой стороны эту пропасть, в которую люди бегут иногда не замечая, не отдавая себе в этом отчет. И наша роль многих из нас как раз таки в том, чтобы наше призвание быть теми, кто ловит, ловит, говорит, остановитесь, даже если никто не слушает. Там оплачена кровью свобода и растерзана болью земля. Литургии возносится кода, разорвавший покой алтаря. Нет ни звуками свадебных песен, ни восторгом счастливых детей. Этот мир своей скорбью известен и известен бессильем людей. И молитва срывается плачем, древним стоном пропитанных строк. Мы не можем прожить иначе, если нами не распят Бог. И осыпались пеплом соборы, колоколи на разбитые сердца, беспризорники тянутся с ворой, предавать палачам отца, растоптать, уничтожить святое, чтобы не было стыдно в грязи. Там, вдали, ожидает иное, но к иному негоже идти. И дарам кровоточат мозоли, круг за кругом, безумцев бег, и баланды поет вместо воли и местами растаявший снег. Ну, такая как бы басня, не басня. С трудом продираюсь сквозь толпу голдящую, пестрая, скажу вам, собралась братья. Похоже на ярмарку, но не на настоящую, а ту, что во сне нагоняет апатию. Пришли вполне солидные граждане, охрана с собаками ходит голодными, есть и те, что все время важные, да и те, что не в меру, простите, модные. Ну, и люди, они же известны до подобных событий падки. Все им на площади интересно, а бесплатно и уксус сладкий. Но скажите, товарищи добрые, что это там вдали сооружают? Может, песни споют нам новые, или вдруг коммунизм наступает? Что сказать? Повернулся зевака, метра два с небольшим роста. Тут такая была драка вокруг этого твоего вопроса. Говорят, что один работяга, осмелевший видать очень. Вон его тащат из автозака. Так он призывал работать рабочих. Огородника учил, чтобы тот сеял. Я вмешался, но так же ведь можно. Это ладно, так он затеял, громила продолжил, но осторожно, затеял учить, что чиновник обязан не воровать, а служить верно. За это, конечно, он будет наказан, проступок для нас омерзительно скверный. Митинги он собирал без санкций и с рыбой сэндвичи явно с госдепа. Вот кто-то и сообщил по инстанции, чтобы закончить безумие вертепа. Ах да, и попов он обидеть пытается, их чувства он оскорбляет по полной. Бесплатно сказал к Богу, пусть все обращаются в обход духовенства и кубышки церковной. Ну, это уж точно накличет проклятие. В наш разговор подключились прохожие. Мы требуем смелым таким распятие, ну, или что-нибудь на распятие похожее. И застучал молоток размеренно, кресты мастерить неплохая работа. Жизнь и свобода все это временно, когда впереди ожидает Голгофа. Я развернулся, учтиво откланялся, в квартире собрал чемодан с вещами и шел. Шел по дороге с крестами и каялся за то, что случилось со всеми нами. Я думаю, для многих это, кто недавно приехал, кто новый репатриант, для многих это актуально, близко, через это многие из нас проходили. Там вдали, где плывут корабли, затерялся безумный мой взгляд, мы стояли за краем земли, ожидая от жизни наград, для кого-то наградой был смех, для кого-то пронзительный плач, кто-то шел, продираясь сквозь снег, ну а кто-то не знал неудач, может там горизонт преломив, есть другая такая земля, где удачлив не тот, кто красив, где в пяту не ужалит змея, там за деньги суды не вершат и не бросят ослабших друзей, там, где лев и огненок лежат на траве среди вечных полей, а сейчас, пока ветер ревет, поднимайся поскорей паруса, получает награду лишь тот, кто за ней пробежит до конца, и не вздумай ослабить канат, тот, что тонкой струной звучит, отбивая полночный набат по тому, кто уже не бежит, тишину нарушает лишь стук беспокойных бегущих сердец, я надеюсь, ты рядом, мой друг, я надеюсь, еще не конец. Ну, и, наверное, на завершение поэтической части стихов много, все не прочитать, кому хочется больше, кому понравилось, то есть и на стихи.ру, и на моей страничке там этого творчества много, наверное, такой закончен таким стихотворением, по дороге разбитой на части с сумасшедшим, горящим взглядом я навстречу бежал с счастью, но оно оказалось не рядом. Оказалось, что дом без камина, без кота, без гитары и кружки, за окном не краснеет калина, не приходят на чай подружки, впрочем, это все так, земное. Что же делать, когда о вечном разговор словно дверь открою, приглашая, впуская встречных, я надеялся в факеле света разглядеть среди мертвых живого, рассмотреть среди осени лето и вернуться на небо снова. Словно зал ожидания чуда, словно порт без причала и песен, взглядом выход мы ищем всюду, этот мир слишком плосок и тесен, пару досок опаленных днями и табличка с еврейским словом, прикоснусь к перекрестью руками и бежать по дороге снова. Ну, вот, разные стихотворения, разные мысли, в основном, конечно, о доме, в основном, конечно, о любви, и я вдохновляю вас, если хотите открыть, почитать еще, но если у вас есть еще силы, не знаю, есть ли, есть силы, есть, тогда я предлагаю прочитать на завершение последний свой рассказ, я не пробовал читать такой долгий, ну, как долгий, он не такой долгий, на самом деле, не пугайтесь, рассказ, но я понимаю, что читать с листа вам его будет еще труднее, вот, поэтому, наверное, рассказ, в общем-то, о многих из нас, я его написал, когда был последний раз сейчас в Америке, в Джерси, тоже видел там, в Портленде, в Чикаго, многих друзей, которые были когда-то здесь с нами, ну, в смысле, здесь с нами, там с нами, теперь мы здесь с нами, а не там с ними, но рассказ об этом называется «Рой и его дерево». Я никогда не был любителем домашней ботаники и садоводства, поэтому мало что могу рассказать вам о том тщедушном недоразумении из тонкого ствола и нескольких зеленых листьев в коричневом глиняном горшке, что бережно прижимал к своей груди худой молодой человек с невероятно глубоким взглядом, какой гораздо чаще можно встретить увидавших виды стариков да и искателей приключений, коих все меньше стало на наших улицах в последние дни. Возможно, я бы не обратил внимания на этого юношу и его растения, если бы не случай. Припарковав свой старенький автомобиль на стоянке практически перед входом в кафе, а это уже можно считать большой удачей в таком городе, как наш, я совершенно не заметил юного обитателя улиц, и едва не пролил свежесваренные лапты прямо на него. Хуже того, от нашего внезапного столкновения бродяга чуть не уронил горшок со своим растением на землю, и это отразилось неподдельным ужасом на его лице. Поверьте, я не из тех сердобольных и благочестивых граждан, что, завидев бездомного, принимаются причитать и вываливать ему из кармана всю мелочь. Даже напротив, каждую копейку я стараюсь сохранить, на случай, если вдруг сам окажусь в рядах армии городских бездомных. Однако, обстоятельства нашей встречи буквально принуждали меня в благотворительности. Я учтиво попросил прощения и предложил потерпевшему пару баксов, найденных в бумажнике, но он лишь помотал головой и отвернулся, крепко прижав горшок с растением в груди. Конечно, отказ от денег в наши дни дело неслыханное. Я мог бы вам сходу назвать пару-тройку моих состоятельных друзей, которые уж точно не побрезговали бы любым даянием, но взгляд этого молодого бедняка говорил не о горделивости, а скорее о некой большей нужде, проблеме, которую мои подачки не способны были покрыть и лишь напоминали о решительной невозможности найти выход в сложившейся ситуации. Поскольку в те дни я еще писал для одной из местных газет, сегодня трудно в это время поверить, но раньше такое занятие еще кормило творческих вольнодумцев, мне пришла в голову другая мысль. А вдруг история этого бедолаги столь интересна и глубока, что после публикации принесет пользу нам обоим, возможно, изменив его жизнь к лучшему. Молодой человек я начал издалека. Еще раз прошу прощения за свою неловкость, право, я рад был бы угостить вас кофе и замечательными коричневыми булочками, что готовят местные кондитеры, но мне очень не хотелось бы вас смущать, а потому предлагаю сделку. Моя хитрость возымела успех, юноша заинтересованно посмотрел на меня. Дело в том, что я работаю в местной газете и пишу статьи, может быть, я не прав, но мне кажется, что ваша история жизни может оказаться вполне интересной и поучительной для наших читателей, а если это так, то редакция сможет выписать вознаграждение и, возможно, как-либо помочь вашей проблеме. Что скажете? Молодой человек кивнул и взял с меня слово, что если его история покажется мне не стоящей внимания читателей, он не примет никакую материальную помощь и даже оплатит свой кофе сам. Как бы то ни было, уже через 15 минут мы наслаждались с прекрасными ароматными булочками и горячим латтэ за столиком в кафе. Что ж, друзья, история, которую я вам поведаю, может показаться кому-то излишне грустной, однако я все равно решился ею поделиться, сочтя ее весьма уместной для нашего времени. Итак, звали юношу Рой, вернее, так он разрешил себя называть, ведь имя, которое он получил при рождении, было слишком сложным для нашего с вами уха. Рой родился далеко, очень далеко, ни я сам, ни большинство наших читателей, конечно же, не были в тех краях, да и вряд ли знают хоть что-либо о них. Народ трое был небольшим, но трудолюбивым. Их поля всегда давали богатый урожай, их дома были полны радости и мира, с раннего детства их учили жить в гармонии друг с другом и с миром вокруг. Когда ребенок этого народа только начинал задавать серьезные вопросы и понимать серьезные ответы, родители давали ему маленькое семечко от их собственного дерева, росшего в семейном саду. Ребенок не только взращивал это деревце, но и помогал ему принять уникальную форму, стать особенной жемчужиной семейного сада. Увы, но совсем рядом с их поселением возрастал и креп совсем другой народ. Ленивые и неродивые, они жили лишь мечтами о богатстве и праздности, слепо верили своим вождям, которые умело выстраивали для них собственный мирок, полный страхов и ненависти. Такие народы могут жить только поглощая все вокруг. Весьма скоро их границы приблизились к стране, где жил Рой, в тот день мальчик был в школе, когда срывающийся на плащ завывание сирены разделило навсегда его жизнь на до и после. Его мир рухнул не с первыми звуками сирены, а с ее тихим окончанием. Когда Рой добежал до дома, он увидел вражеских солдат, выжигающих их семейный сад, а его мать и отца вместе с остальными взрослыми по центральной улице города вели в плен. Рой пытался побежать за ними, но крепкая рука прятавшегося в обломках школьного автобуса старшеклассника остановила его. Ты не сможешь им помочь никак. Сейчас должен спастись ты. Большего сделать невозможно. Простые и горькие слова стали утешающей повязкой на сердце Роя. Они провели в обломках весь день, только когда стемнело, мальчик покинул свое убежище и пошел к дому. Над головой пролетали вражеские боевые машины, вдалеке был слышен хищный смех и пьяный гомон врагов. Стараясь держаться в тени, Рой прокрался в семейный сад, и там, среди развороченных обгорелых пней и осколков, он отыскал свой молодой, еще не окрепший росток, каким-то чудом уцелевший среди окружающего ужаса. Рой принялся расчищать землю вокруг. Он не мог позволить этой последней связи с домом, с семьей погибнуть. К счастью, в саду были простенькие горшки для цветов, не такие большие, но все же способные вместить молодое деревце. Рой старался сохранить каждый корешок, каждый листик, когда пересаживал растения из земли. Он только надеялся, что дерево не умрет без сада, что оно сможет дожить до нового безопасного места, где пустит корни и разрастется ввысь. Но сейчас у мальчика не было больше сил, и он, выбравшись за пределы города, нашел старый сарай и задремал прямо на стогу сена, не выпуская из рук маленький глиняный горшок с деревом. Когда Рой открыл глаза утром, он очень надеялся, что все это был лишь сон, что на самом деле вокруг все как прежде, мама готовит завтрак, а папа собирается на работу, но вокруг был лишь наполненный сеном старый сарай. Рой знал, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, дальше от войны, и он шел. Проходили дни, и каждый из них был полон новых испытаний и новых преград. В развалинах чего-то брошенного дома он нашел немного еды, в колодце набрал воду для себя и растения. Дорога казалась бесконечно долгой и пыльной, жара сушила зеленые листья и быстро истощала почву. Юный путешественник старался останавливаться чаще, чтобы растение могло насладиться тенью и покоем. Так Рой дошел до противоположной границы своей страны. Там жил приветливый народ, они были готовы принимать соседей, попавших в беду, но помогать им сражаться боялись, надеялись, что война до них не дойдет, если ее никто не будет замечать. Роя тут же приняли в семью, накормили и одели, дали учебники местной школы и поставили его дерево на полку в комнате. Конечно, привыкнуть к новому дому было очень непросто. Другой язык создавал препятствия для общения и стать своим было тут нелегко. Каждый новый день мальчик ожидал, что сможет посадить дерево тут, перед новым домом, но однажды хозяева его позвали в гостиную, их глаза были полны слез. Война не остановилась на границе. Теперь бежать нужно и им самим. А там уже в дороге им будет совсем непросто прокормить чужого ребенка, который не знает их язык и их обычаи. Тем не менее, они собрали ему чемодан необходимых вещей, дали мешок с продуктами и билет на большой корабль, который идет так далеко, что война не сможет их догнать. Рой первый раз плыл на корабле. Пресной воды свою норму приходилось делить с деревцем, но Рой не роптал. Он знал, что скоро прибудет туда, где его ожидает новая земля, возможно, даже новый дом. Корабль причалил к берегу ранним утром, пассажиры с нетерпением выстроились в огромную очередь к трапу, а в порту стояли люди с оружием и собаками, они тщательно проверяли все вещи у каждого беженца. Очередь Роя подошла почти на закате. Впрочем, Рой все равно не понимал его язык. Проблема наступила в тот момент, когда чиновник увидел горшок с растением. Он уже готов был поставить печать на бумагах мальчика, но тут его рука замерла. Он указал своим мясистым пальцем на драгоценное растение ребенка и, покачав головой из стороны в сторону, указал на мусорный бак, находившийся неподалеку. Рой не мог больше держаться. Он расплакался, прижал обратно к кораблю, но матросы уже давно подняли трап, его пускать явно никто не собирался. Тогда он побежал вдоль причала, спрятался за рыболовными снастями и лодками и ждал, пока сон не одолеет его. Рыбаки пришли прямо перед рассветом и оказались вполне добросердечными людьми. Их предводитель, высокий здоровяк со шрамом на щеке, в старой вязаной шапке и потрепанном полупальто, предложил мальчику свой термос с горячим кофе и отдал половину бутерброда, извлеченного из огромного кармана одежды. Поняв, что мальчик не знает их язык, рыбак жестами пригласил его на рыбацкий баркас и предложил первую работу помогать им с уловом. Дело было непростое, но вполне посильное и честное. Рой не боялся трудиться и с радостью учил новые слова, шаг за шагом постигая язык той страны и ее нравы. Прошли месяцы морских похождений, пока однажды их маленький бот не вышел в открытое море в последний раз. Ужасный шторм, обрушившийся на маленькое суденышко, трепал его с такой силой, что все предметы внутри летали по каюте, а люди едва могли сдержать судно от потопления. То, что хрупкий глиняный горшок запутался в сетях и не вылетел за борт, было настоящим чудом, но несколько листьев все же были унесены в море безжалостным ветром. Рой пришел в себя утром на незнакомом острове в окружении осколков корабля, среди которых виднилась зеленая пятнышко уцелевшего деревца. На горшке были видны трещины и царапины, он просыпал часть земли в песок острова, но выглядел все еще достаточно надежным. Мальчик звал своих друзей, но никто не откликался. Тишину шум океана и крики птиц. Рой не знал, как быть. Если он обречен встретить свою смерть здесь, это будет означать, что вместе с ним погибнет и надежда на новый семейный сад, на дерево его дома. В этот день юный путешественник позволил себе громко закричать. Он кричал изо всех сил, понимая, что его никто не слышит. В этом истошном вопле было все, и боль, и горечь, и молитва с последними исками угасающей надеждой. Ночь на острове прошла спокойно, а вот утро принесло нестерпимую жажду и голод. Искать на этом небольшом клочке суши пресную воду было бессмысленно. Да и как это делать, Рой не знал. Часы тянулись так долго, что смерть уже не казалась наказанием, а приставала возможным избавлением от страданий. Сознание затянуло пелена безвременного мучения, солнце медленно шествовало по небосклону, сил соорудил с помощью обломков из своей одежды некое подобие шалаша, поместив в него горшок с деревцем. Он понимал, что тепловой удар неминуемо настигнет его в ближайшее время. Оборвал мрачные мысли свист полицейского свистка и сиренопатрульного катера. Конечно же, их пропажа не осталась незамеченной в порту. Патруль поднял истощенного Роя и его дерево на борт. Теперь его решили не мучить долгими беседами с чиновником, а отправили сперва в клинику, не став отбирать растения. Да и знание языка уже могло оказать помощь юноши. Полицейские выслушали его историю, вручили какую-то бумагу с фотографией и штампом, выдали комплект сухой и чистой одежды и дали бумагу с адресами всевозможных организаций, помогающих людям в беде. В первой же из них Рою предложили койку и даже возможность простой работы на кухне. Рою уже строил планы на будущее, теперь в этой новой стране возможно он сможет посадить дерево и устроить сад. Стоило поделиться мечтами с другими сотрудниками организации, как его тут же заверили, что сажать неизвестное растение на улице никто не позволит по закону. Вдруг его семена окажутся опасными для местных видов. В этом была своя логика, но такое положение дел никак не могло устроить Роя. Он постоянно читал и изучал местную культуру, каждый вечер старался посвящать свободное время учебникам и книгам. Наконец он понял, что надежда есть, если он сможет купить собственный дом на земле, то там ему никто не запретит выращивать свой собственный сад. Цель была поставлена, но юноша понимал, его нынешняя работа не способна дать достаточно средств для приобретения даже маленького дома на земле. Он общался с другими людьми и продолжал усердно копить, откладывая каждый заработанный доллар в большую жестяную коробку на полке между горшком с деревом и книгами. Он понял, что в этой стране не любят грустных людей и научился скрывать печаль за улыбкой. Понял также и то, что для успеха необходимы друзья, вот только доверять людям с искусственными улыбками было очень непросто. Рой научился многому, но так и не смог понять, как люди могут лгать и потом спать спокойно. Однажды он решил поделиться мечтами с одним из своих друзей. Паренек был его ровесником, и они проводили иногда время вместе. Вскоре, придя в свою комнату, Рой обнаружил, что его жестяная коробка пуста, а друга, которому он имел неосторожность рассказать свою тайну, больше он вовсе не видел. Хуже того, Райдох умудрился вскоре также обчистить и кассу всей организации, свалив всю вину на Роя, который был ответственным за сохранность имущества в тот день. Конечно, в вину Роя никто не поверил, но, тем не менее, руководство попросило его покинуть комнату и больше не выходить на работу. Так он и оказался на стоянке перед кафе в тот день, когда наши с ним судьбы пересеклись. Мы с Роем прикончили партию коричневых булок и допили прекрасный кофе. История была вполне интересной, и я не сомневался, что после должной обработки она украсит страницы нашей газеты. Вот только теперь мне хотелось хотя бы как-то помочь юноше. Я предложил ему расположиться на некоторое время в моей холостяцкой квартире, небольшой, но весьма хорошо расположившейся неподалеку от станции пригородных поездов. Мы договорились, что будем ждать отзывов от читателей и гонорара от издательства. Я был невероятно рад поучаствовать в жизни такого необычного путешественника, но весьма сожалел о полном собственном бессилии в решении его проблемы. Надо сказать, что история похождения беженца получила невероятный отклик у читателей. Письма со словами поддержки и даже небольшие пожертвования стекались в почтовый отдел газеты со всего города и даже из соседних поселений. Безусловно, выписать солидный чек для Роя было очень приятно. Но еще большим утешением стали те письма, в которых люди наперебой приглашали юношек к себе, даже прилагая фото своих домов с большими и красивыми участками земли. Похоже, впервые за долгие годы на глазах Роя проскользнула искра радости. Он плакал от счастья, читая искреннее письма наших читателей и не уставая благодарить всех. Я плакал от радости вместе с ним. И так, отобрав несколько серьезных предложений, Рой устремился в путешествие к возможному новому дому, пообещав мне обязательно написать пару строк почты. Первое письмо от него я получил всего лишь через несколько недель. В нем юноша подробно рассказывал о замечательной паре, которая жила не так далеко и была рада его принять. Они выделили для его дерева место на своей земле, но четко отделили границы и предупредили, что как только крона дерева вырастет за эти границы, ее необходимо будет обрезать, а корни нужно будет удерживать от разрастания на соседские участки и в сторону. К сожалению, Рой не мог согласиться на эти условия, потому просто поехал дальше, поблагодарив. Следующее письмо пришло через месяц. Новые хозяева земли, как оказалось, не были вообще готовы принимать саму возможность иных форм деревьев, они требовали, чтобы дерево Роя было пострижено точно так же, как и все вокруг. Оно должно было стать точно таким же, как их собственные деревья, без какого-либо исключения. И юноша поехал дальше. После этого я долго не получал от Роя письма, многие годы я молился о нем и верил, что он найдет свое место под солнцем. Годы шли, и я, признаюсь честно, со временем практически позабыл об этой истории. Множество событий в мире и в моей личной жизни затмили похождения иностранного юноши, произошедшие много лет назад. Я успел обрести семью, у нас родилась чудесная дочурка Майя, и жизнь во многом вращалась вокруг ее взросления, затем мы переехали в дом за городом, посадили несколько яблонь и завели большого рыжего кота. Жизнь на пенсии была ожидаемо равномерной и спокойной, вплоть до одного жаркого летнего дня, когда в наш почтовый ящик прибыл конверт. Множество марок, наклеенных поверх пожелтевшей бумаги, говорили о том, что письмо проделало весьма долгий путь. Как вы уже догадались, писал мой старый приятель Рой. Моя семья попросила прочитать письмо им вслух, и я был рад это сделать. Рой, как оказалось, объездил много стран в поисках дома, в одних местах готовы были принимать его, но условия были невыносимы, в других странах категорически не позволялось выстраивать собственные сады, а достаточного количества средств для приобретения собственной земли у Роя так и не набралось. После многих и многих попыток спустя десятилетия ему пришла в голову безумная мысль вернуться в тот далекий первый дом, из которого его изгнала война в детстве. Он выяснил, что война давно окончена, никто из его близких пережить ее не смог, люди в стране уже были совершенно другими, никто никому больше не доверял, он был для сограждан чужим человеком. Тем не менее, он отыскал место, где когда-то был его дом. Он стоял перед чужим забором и смотрел на чужой сад, совсем молодой, красивый, семейный сад другой семьи. Ему выделили маленькую комнату в хостеле, выписали социальную помощь и даже подарили большую катку для дерева, подходящую для его маленькой квартиры. Он смирился и принял старость так, как ее принимают самые стойкие и достойные люди. Но скитания по миру и тяготы подкосили его здоровье. Прогноз врачей был не самым лучшим. Рой оканчивал свое письмо приглашением, надеясь, что я смогу вырвать несколько дней из своего расписания для того, чтобы снова повидать его, возможно, в последний раз. Конечно же, мое сердце приняло решение в ту же секунду. Моя супруга готова была отпустить меня в этот далекий путь, а Майя, привозившая нам внуков на выходные, была только рада, что я, наконец, выберусь из-за письменного стола и посмотрю мир. Прямых билетов в ту страну не было, и путешествие затянулось. Маленький аэропорт встречал зеленью красивейших садов. Я не стал брать на прокат машину, мне хотелось погрузиться в реальную среду жизни этих людей, переживших войну и скорбь. «Прошли годы, но их улицы были все еще полны мемориалами павшим героям. Я без труда нашел хостел и комнату Роя. Несмотря на то, что я был старше его на добрый десяток лет, Рой выглядел по-настоящему глубоким старцем, прикованным к кровати и медицинским прибором. Когда я вошел в комнату, его глаза засияли, и он протянул мне навстречу руку, которую я спешно обхватил своими ладонями и сел рядом. Мы говорили несколько часов подряд. Вернее, говорил больше я, чем он. Я показал ему фотки супруги и семьи, рассказал о нашем новом доме и яблонях во дворе, показал семью дочурки и, конечно же, внуков, а он с грустью кивнул в сторону выросшего, но все еще маленького дерева в углу его комнатки. Оказалось, что у их народа есть еще одна древняя традиция. Если вдруг у человека не было возможности обрести семью, а у его предков не было семейного сада, он мог высадить свое дерево там, где его тело однажды обретет покой. Так что он сам сможет стать частичкой этого одинокого дерева, а семена растения сможет взять всякий, кто придет почтить память этого человека. Рой попросил меня задержаться с ним на три дня. Я не мог отказать, а он оказался невероятно пунктуальным и точным. На утро четвертого дня мы стояли в скромной компании посреди большого зеленого сада за городом. Там был священник, пара его помощников, а также несколько городских зевак. Наконец, после долгих лет, корни дерева роя погрузились в богатую домом землю. Я летел домой полно смешанных чувств и спутанных мыслей. Даже садясь в самолет, я не мог выпустить из руки капсулу с крошечным семенем этого дерева, которое я вез домой. Когда дети Майи смогут задавать серьезные вопросы и понимать серьезные ответы, я обязательно передам это семечко им. Ну что ж, друзья, вот, наверное, на такой немножко грустной ноте я поставлю многоточие. Кто хочет прочитать еще стихи, прозу, пожалуйста, они есть в интернете и на моей страничке. Спасибо вам за внимание и терпение. Вот уже больше часа мы были вместе. Спасибо вам, друзья. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok